Хочу еще про сумму поговорить А пока же давайте Давайте рассмотрим игру Которую я говорил, что есть две кучи И из одной кучи можно выбирать Один и два, из другой два и три Тут теперь есть две кучи Но при этом из первой можно выбирать один или два камня А из второй два и три Тогда можно оставить таблицу Значит, вот здесь будет первая куча Вот здесь будет вторая куча Вот, соответственно, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Здесь 0, 1, 2, 3, 4, 5 Ну, этого хватит, что в период вы видите Если у нас только одна куча, то мы знаем Если у нас только первая куча Тогда здесь будет проигрыш Потом выигрыш, выигрыш Потом проигрыш, выигрыш, выигрыш Проигрыш, выигрыш, выигрыш И так далее Если есть только вторая куча То мы тоже нам посчитали результат Было две проигрыша Потом выигрыш, выигрыш, выигрыш Потом снова проигрыш, выигрыш И так далее Значит, теперь давайте Например, вот эту строчку Здесь на самом деле будет просто повтор Потому что Если 1 кг и 2 куча То это все равно что 0 к нам Поэтому здесь будет выигрыш, выигрыш Ну, значит, выигрыш Проигрыш, выигрыш, выигрыш Проигрыш, выигрыш Теперь вот здесь будет проигрыш А эти выигрыш из-за первого человека? Конечно, всегда да Всегда выигрыш, проигрыш за первого человека Вот, здесь будет проигрыш, потому что отсюда можно пойти либо сюда, либо сюда Да, можно пойти только выигрыш, поэтому здесь проигрыш Значит, дальше вот здесь вот получается выигрыш Потому что отсюда можно пойти вот сюда Но и здесь получается выигрыш, потому что отсюда можно пойти вот сюда Ну и вот сюда Вот, дальше вот здесь получается снова проигрыш, потому что нужно что-то делать сюда, сюда и сюда Ну а дальше снова повторяться Раз, снова выиграешь, выиграешь, проигрыш Тут выиграешь Теперь вот тут вот Отсюда можно перейти вот сюда, вот вот сюда, вот и вот сюда Поэтому тут тоже проигрыш Отсюда можно перейти сюда поэтому выиграешь Отсюда можно перейти сюда поэтому выиграешь Отсюда снова вот сюда сюда, сюда и сюда Тоже проигрыш, в общем здесь пока еще так же А вот в этой строчке в 4 будет некоторое изменение То есть в багажке 0,1 не отличаются друг от друга И 2,3 тоже не отличаются друг от друга А вот 4 будут отличаться Потому что смотрите, вот это уже будет выигрышная ситуация Естественноstatement, днем можно перейти вот сюда В эту проигрыш, это то чего раньше не было Можно перейти сюда, там бокам, и это будет выигрыш Но вот здесь, правда, уже будет проигрыш Сюда, 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 везде выигрыш Дальше здесь снова будет выигрыш Здесь будет выигрыш Здесь выигрыш, здесь выигрыш, здесь проигрыш Ну, а дальше на самом деле всё будет повторяться Здесь будет снова выигрыш, здесь будет выигрыш сюда, здесь проигрыш сюда, 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 ну и так далее, дальше уже цикл, на самом деле. Вот, а здесь вот такой двумерный цикл, вот такой базовый прямоугольник 3 на 5. Да, базовый прямоугольник 3 на 5 будет повторяться, вот, но главная, неожиданность, главный загадочный эффект вот тут вот, что почему-то 2 на 3 отличается от 4. Да, что хотя все это были выигрышные позиции, тем не менее, когда мы еще добавили, например, кучу из одного камня первую, то оказалось, что эти стали выигрышами, это по-прежнему выигрышами. А если 2 камня, то наоборот. Вот, вот почему-то они тогда вот меняются. Оказывается, что хотя все проигрышные позиции выглядят одинаково, разные выигрыши отличаются друг от друга. Значит, а именно отличаются они тем, что называется функция Гранди. Значит, функция Гранди, да, функция Гранди это функция от позиции. или, в принципе, вообще на любом графике можно определять. Значит, G от X это нормальный из таких значений Z, что Z не равняется G от X для Y, достижимых из X. О, значит, достижимость понимается в смысле игры, да, что из позиции X можно допустимо перейти в позицию Y. За один ход? Что? За один ход. За один ход, конечно, да. За один ход. Вот. Тогда, если мы нарастаем вот здесь функции Гранди, то вот здесь будет 0. Кстати, тоже видите, на самом деле, вот эти вот выигрышные позиции тоже отличаются друг от друга. Да, над этой выигрышной позиции один столбец, а над этой другой столбец. Поэтому эти позиции тоже друг от друга отличаются. Я считаю тем, что вот здесь функция гранди 1, потому что в 0 можно перейти, а в 1 нельзя перейти. А вот здесь функция гранди 2, потому что можно перейти в 1, можно перейти в 0, в 2 нельзя перейти. А вот здесь снова 0. Почему? Потому что можно перейти в 2, можно перейти в 1. А вот в 0 нельзя перейти. Поэтому как раз 0 это минимальный, куда нельзя перейти. Ну и дальше по циклам. Значит отсюда может перейти в 0, может перейти в 2, в 1 нельзя. Потом снова 2. Значит 0, 1, 2 и так далее. Вот. Так что здесь это просто остаток от деления. А вот здесь это не остаток от деления. Значит здесь это 0 и здесь тоже 0, потому что отсюда никогда нельзя перейти. Здесь это 1, потому что можно перейти только в 0. И здесь это 1, потому что можно перейти только вот в этот 0 и вот в этот 0. А вот здесь это 2, потому что можно перейти в 1, можно перейти в 0, а в 2 перейти нельзя. И дальше снова. Здесь снова 0, потому что можно перейти в 1 и в 1. В 0 нельзя. Вот. Ну и так далее. Значит дальше по циклам. Вот. Поэтому ответ такой, что вот эти позиции от вот этой отличаются значением функции граммета. Но пока, конечно, загадочно, почему вообще, как это вообще связано со всем предыдущим. Ну, первое, это не очень удивительная вещь, да, первая вещь очень удивительная, что позиция проигрыша тогда и только тогда, когда функция граммета равна 0. Ну, утверждение, что x это проигрышная позиция тогда и только тогда, когда g от x равняется 0. Но это можно оказывать по индукции, потому что если из позиции никуда нельзя пойти, то там функция граммета равна 0 по определению, то есть там она проигрыша по определению. Вот. А дальше, если для всех предыдущих это верно, то это означает, что для проигрыша функция граммета равна 0, а для выигрышных она больше 0. Вот. Поэтому если можно пойти в проигрышную, то значит, во-первых, позиция выигрышная, во-вторых, функция граммета больше 0, потому что 0 вот тут вот есть. Если можно пойти только в выигрышную, то с одной стороны позиция проигрышная, с другой стороны вот здесь вот 0 нет, поэтому минимальное z равняется 0. Это утверждение действительно верно. Так, ну чего, это понятно? Да, то есть получается, что вот теперь в произвольной игре, а потому что в позиции, где функция граммета равна 0, играет роль диагональ, что если вы уходите из позиции, где функция граммета равна 0, то ровно потому что она равна 0, вы переходите куда-то, где она больше 0. Если у вас функция граммета больше 0, то тоже по определению оттуда можно перейти туда, где функция равна 0. Вот. То есть получается, уходите больше 0, обращаетесь равно 0. Вы ходите больше 0, обращаетесь равно 0. И это дает ключ к произвольным играм. Да, то есть тут получается вопрос, как посчитать функцию гранди. Сам по себе этот вопрос примерно такой же сложности, как и кто выигрывает. Но если у вас игра имеет вот такой табличный вид, то есть имеет структуру некоторую, то тогда там можно точно ответить, можно функцию гранди составной игры получить из функции гранди двух отдельных игр. Спасибо.